Привет всем, с вами Редмитрий Роженко. Сегодня поговорим о новых законах и изменениях в январе 2022 года. Первое, фактически, с января месяца, юридически с 29 декабря 2021 года, медицину придется сдавать почти всем категориям иностранным гражданам, лицам безгражданства при оформлении миграционного учета, ВП, вид на жительство, патента, разрешение на работу и так далее. Второе, это дактилоскопия. Выдавать будут ее в электронную карту с чипом по возможности территориального управления. Если нет, то, соответственно, это будет бумажный аналог с фотографией. Если ранее проходили дактилоскопию, то повторно откатывать пальцы не придется. Кроме того, в дактилоскопии освобождаются граждане Белоруссии, дети до 6 лет и ряд других категорий иностранных граждан. Актуальность это, опять же, для тех, кто собирается превышать 90 суток в России в течение 180 дней. Также для лиц, которые подают на статус РВП, вид на жительство, патент, еще раз подчеркну, что если вы ранее не проходили дактилоскопию. Поэтому по временному пребыванию в течение 90 суток дактилоскопия проходятся те, кто собирается оформлять разрешение на работу, патент или заключать родовой договор из стран ЕС, соответственно, в течение 30 дней. Подробнее можете посмотреть в телеграм-канале, там есть разрешение по каждому вопросу, связанному с дактилоскопией от МВД Российской Федерации. Также необходимо будет пройти фотографирование в рамках данного закона. Второе. У нас меняется стоимость патента для трудовых мигрантов. С 1 января она подорожает. 5900 Москва область. По другим регионам смотрите обзор. Ссылка есть в описании. Можете посмотреть свой конкретный регион и увидеть стоимость патента с 1 января. Третье. С 1 января на момент публикации видеобзора перестанет действовать упрощенный порядок оформления патента, разрешения на работу, трудовых договоров для граждан ЕС. Это связано с упрощенной процедурой по отмене без учета именно требований к сроку подачи документов, цели визита в миграционной карте и к въезду в Российскую Федерацию. Пока это до 31 декабря действует. Как будет с января. Посмотрим, будут ли фактические изменения. Так что следите за уточнением по данному указу 34. Уже на фактический момент. То есть с 1 января будут или нет. Будем следить. Четвертое. С 1 января работодатели могут привлечь к административной ответственности, если они не привели численность иностранных работников в организации. Ответствие с постановлением правительства. Ежегодное постановление о доле иностранных работников, которые заняты в той или ином секторе экономики. То есть это, например, строительство, общеводство и так далее. Так что будьте внимательны, чтобы не были привлечены к административному наказанию. Пятое. С 29 декабря, опять же, фактически января, начнут по возможности региональным управлением МВД по миграции оформлять патент. Выдавать трудовому мигранту, соответственно, карту с чипом, с электронным чипом, по аналогии с дактилоскопией, который будет содержать сведения изображения лица и отпечатки пальцев. Подробный обзор также есть в описании, можете посмотреть на данную тематику, в том числе и с проектом данных карт с электронным чипом. Также фактически в январе можно будет продлить срок временного пребывания для иностранных граждан по заявлению в отношении иностранного гражданина, который прибыл в Российскую Федерацию по безвизе, является членом гражданина РФ или имеющий вид на жительство. Также членами семьи признают супруга, дети, родители, дедушка, бабушка, внуки. Второе – это имеющие статус по госпрограмме, соответственно, до срока действия свидетельства участника. Срок временного пребывания, опять же, тех, кто будет произносить русского языка на 90 суток. Иностранные граждане из ЕС, заключившие трудовой договор, ГПХ, гражданско-правовый договор, плюс члены семьи. То есть это супруга, супруг, дети или родители. И последняя категория тех, кто обучается в РФ, в том числе очно-заочная, очная форма, подготовительное отделение и так далее. То есть, опять же, на срок договора. Заявление подается в произвольной форме в территориальное подразделение ВД по миграции, срок рассмотрения – 3 рабочих дней. Дальше либо одобрение с продлением в миграционной карте, либо отказ, соответственно, должны выдать форму об отказе с обоснования. Для получения водительских удостоверений с 2022 года придется сдавать анализы на алкоголизм, наркоманию. Кроме того, у нас с 1 января 2022 года автомобилистам, мотоциклистам больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту. Однако есть ряд категорий, опять же, для которых техосмотр останется обязательно. Например, такси, автобусы и другие транспортные средства. С 1 января также МРОД у нас составит 13 890 рублей, что на 1098 больше, чем в текущем 2021 году. Восьмое, полученное с 1 января 2022 года доходом, можно будет применять налоговый вычет по НДФЛ, в сумме которого плачет налогоплательщикам за фитнес, спорт и иные оздоровительные физкультурные услуги. Сделать это можно будет через личный кабинет налогоплательщика. Подчеркну, что именно налоговый вычет будет применяться к суммам, которые потрачены с 1 января 2022 года на спортивные услуги, фитнес и так далее. То есть, сам вычет вы сможете получить только в 2023 году и максимальная сумма 120 000 рублей. Также в новом году, в 2022, нужно будет заплатить НДФЛ с процентов по вкладам. Декларацию будет сдавать сам банк. Заплатить налог нужно будет по тем вкладам, по которым сумма дохода выше приблизительно 42 500 рублей. Банкам также запретят составлять документы со скрытыми галочками. Именно речь идет о тех навязанных услугах, с которыми мы можем часто столкнуться уже на практике. Девятое вступает в силу изменений в жилищный кодекс, касающийся представления субсидий, компенсации. Уточняется, что субсидий и компенсации не представляются, если есть решение суда о непогашенной задолженности по оплаче коммунальных услуг за период трех лет. Десятое у нас с января 2022 года в целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского служебного оружия на территории РФ будут формировать электронный вид реестра, лицензии, разрешения. Делать это будет Росгвардия и ее территориальные подразделения. Одиннадцатое у нас с января заявление о выплате средств пенсионных накоплений. Заявление об отказе от полученных средств пенсионных накоплений можно будет подать в пенсионный фонд через госуслуги. Также люди, которые предпенсионного возраста, оставшиеся без работы по уважительной причине, смогут выйти на пенсию раньше на два года. И двенадцатое, с нового года у нас все медучреждения будут оформлять листские неудроспособности, то есть больничные листы, только в электронном виде. Бумажный формат останется для особых случаев, их определят отдельно. Пособия по беременности и родам, также единовременные пособия при рождении ребенка будут назначать в беззаявительном порядке. И это будет делать автоматически, то есть листские нетрудоспособности, больничные листы будут оформлять электронно через информационную систему. Номера больничных листов направят в фонд социального страхования и работодатель. И пособия работникам также будут назначаться и выплачиваться напрямую, как в этом текущем году. В 2022 году пенсионный фонд будет уведомлять 45-летних мужчин и 40-летних женщин, опланируя в размере пенсии по старости. Уведомления будут направляться по адресу, соответственно, места жительства каждой категории граждан. Поясы возможны счисления пенсии по инвалидности, бед подачи заявления. С января также минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в Москве с учетом городской недоплаты, как сообщил портал мэра Москвы, вырастет до 21 193 рублей. И последнее, самое, наверное, актуальное, это то, что новогодние каникулы пройдут у нас с 31 декабря по 9 января 2022 года, 31 декабря, выходной, официальный выходной день. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю вам доброго здравия, берегите себя, своих родных и ближних. И, естественно, будем всегда в курсе последних изменений и новостей. Всего доброго вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин